Так, стройка идёт. Такие у нас кордонные дома. Набиваем. Просто деревянные дома. В них холодно. В Америке они вообще улетают от ураганов. И у нас, кстати, воздушное отопление, не батареи. Открыл дверь. И опять температура дома, как на улице. Как-то, я не знаю, по-дурацки сделано. Но это маркетинг. Человек за всё платит. За всё мы платим. Греем воздух. Платим за воздух. Вот так вот. Но ничего по-другому у нас нет. Вот у кого-то огород свой. Мёд продаёт. Так, это вот газ везёт в домах, кто далеко живёт, как фермерские дома. Газа у нас дома нету. У нас масляное отопление. Ну, горит масло. Не то, что в батареях. И дровами топим. 21 век на дворе. А мы топим дровами. В принципе, у нас маленький городок. Мы от него 3 километра. Но у нас нету центрального отопления, газа. Нету центральной воды. Нету интернета. 3 километра от города. От маленького. И у нас ничего нет. Вот так строители собираются. А, это этот. Дерево упало. Они дерево убирали с дороги. Вот. Интернет тоже очень слабый. А вот гольф. Извиняюсь за выражение. Этих гольфов очень много. Этих петушков тоже самое. Они здесь с утра до ночи. Зимой и летом, блин. Нормальные люди. Жарят шашлыки. На отдыхе, на рыбалке, на пляжу. На охоте, собаками в лесах. А эти играются в гольф. Так. Так люди живут. Так заброшенные поля. Очень много всего интересного. Не знаю. Очень много земли, где я просто брошена. Вот, скорее всего, будет на следующий год пшеница. Здесь мешают один год кукурузу, другой год пшеницу. Так, вот у нас еще строители сидят. Стоят, точнее. Что они делают? Тоже дрова. А, нет, заборы. Заборы ставят. Непонятно почему. Станавливают заборы на поле, на чьей-то территории, государство. Для чего делается, непонятно. У нас соседи тоже им поставили заборы. Так. О, ворона. Тоже номера на заказ. Номера, кстати, стоят 300 долларов. Любое, что ты хочешь написать, кроме религии, там, всякого сатанизма, еще чего-нибудь. В общем, я пытался три раза, мне отказали. Не знаю, кому дают, кому не дают. Национальность свою тоже нельзя писать. Это плохо для других людей. То, что ты такой нации. Я удивляюсь, как бы. Я просто хотел свою национальность написать, они не дают. Тут уже вспаханное поле. А тут кукурузу еще не убрали. Ага, кукуруз на поле еще не убрано. Как уберут, будут у нас гуси здесь пастись. Кстати, канадские гуси не все улетают на юга. Они здесь находятся и зимуют. В городе их очень много. Они по городу ходят. Газон щипают. Там много разных прудов. В парке все они там находятся. Утки, да, уток уже мало стало. Утка уже почти вся улетела. Сейчас столько снега, заморозки. Все, их не будет. Гуси останутся. Улетят, точнее, на них все. Вот опять стройка. Вот так вся Канада. Все вот в таких стройках. Поэтому я еще на север хочу ехать. А вот стоит, светофор держит. Вот за это он 30 долларов в час получает. Еще у нас покажу дальше, если будет, где со знаками стоп стоят. По 20 долларов в час получают. На такие места еще тяжело попасть. Крановщики 50 долларов в час. Ну, извините меня. Туда, как, я не знаю, как космонавту, блин. Надо отучиться попасть. Все садятся на свои места по знакомству. Там поле кушарей. Кто-то живет, семья большая. Домик стоит. Такая дорога у нас. Это еще хорошая дорога на севере. В центре города вообще невозможно ездить, ходить. Как бы в ютубе есть все красиво. Небоскребы. А вот обратную сторону Канады никто не показывает. Просто опустить камеру вниз. Вот это 407-й, это платная дорога. Посмотрите, какая хорошая, красивая дорога. Платная дорога. Столько машин, видите сами, очень мало. Есть 401-й, где все люди ездят. Там, соответственно, пробки. Вот так паркуются. Вон мусор. Без разницы, да? А вон гуси летят. Без разницы. Без показа сворачивания. Мы обычно прямо ездим. Ну и для вас будет интересно, как люди живут. А вот джип старый. Вот она. Да. Не знаю. Люди не продают даже на металл по завчастям. Вот так же старый сарай стоит. А он металлический. Нифига себе. Обычно все деревянные, уже разрушиваются. Так, ну хорошо мы завернули. Мы обычно там ездим. Да, вот с той стороны, кстати, гуси будут каждый день. Проезжаем груза. Груз на поле убрали, они сидят. Мусор. Вот. Дорога. Вот по ней никто не ездит. Смотрите, какая хорошая, идеальная дорога. Там мы по центральной какой-то дороге ехали. Там дырка на дырке и асфальт. Заплатка на заплатке. Вот человек остановился. У него знак стоп стоит. Должен остановиться, уступить. У нас главная дорога. Мне чем Канада нравится, это природа. Леса. От города, ну час-два и все. Ты наедине с природой отдыхаешь. Вот поэтому мне Америка не нравится. Это каменные джунгли. Криминал. А вот мусорка убирает. Мусор. О! Прикольно он у себя сделал. Эта ферма продается. Все, что собирают с полей, можно приехать покупать. Кстати, коротко о фермах. Если яйца стоят в магазине 3-4 доллара, у фермеров 7. Если клубника стоит в магазине 5 долларов, то у фермера 10-12. Ты еще и идешь сам собираешь. Я не знаю, какие люди отмороженные. Ходят еще переплачивать деньги и сами, извините меня, на грядках эти загнувшие собирают. Но люди это делают постоянно. А это что у него за дом? Склад какой-то. Ох! Прикольно он сделал. Как будто зомби ленд какой-то. Да, насчет природы. Вот мне природа нравится. Я все знакомы. А вот могилки у кого-то дома. Кладбище. Ага. А нет, это не у кого-то дома. Это такая... Кладбище. Вот вы увидели, сколько людей хоронят. Из-за того, что за эти земли надо заплатить. За похороны. За место потом каждый месяц, каждый год надо платить. Очень большие деньги. Поэтому людей здесь сжигают. У нас их хоронят, здесь их сжигают. Вот это сено. Что я говорил? То, что в Канаде мне нравится природой самой. Пару часов и ты наслаждаешься. Очень много индейцев, резерваций. Можно туда попасть. Не как там говорят, да, в новостях, в фильмах. Скальп снимут. Нет. Говорят по-английски. Ходят в вещах. И ничего они не делают. Живут себе и живут, никого не трогают. И, кстати, у них все без налогов. Вот. Бензин я приезжаю с канистрами, заливаюсь. Братом покупает сигареты. Блок 15 долларов. В городе пачка стоит 15 долларов. Есть разница. 15 блок и пачка. Провода, электричество. Опять еще. Какая машина? Опять написано. Так. Вот так мы едем на работу. Потому что мы тоже на ферме живем, снимаем дом. Далеко, потому что в городе очень дорого. Да, и в городе невозможно было жить. С соседями ругаешься. То на газон наступил, то собака неправильно ходит. То ты, извините меня, колеса не тебе поставил на машину. Потом фары кому-то в глаза светят. А у меня желтые лампы стоят заводские. И вот это каждый день надоедает. Мы поэтому переехали. Сейчас наслаждаемся спокойствием и тишиной. На соседе 500 метров самое ближайшее животное. Вот такие домики красивые стоят. Извиняюсь, камера трясется. Снимаю с рук, с телефона. Тут еще домик. Тут забор просто. Кстати, заборов здесь нету. Чтобы соседи видели, чем вы занимаетесь. А вот речка какая-то. У нас земли, получается, государственный налог за землю надо платить постоянно. Каждый год разбивает помещено. Ну, примерно, где вы живете в городе, от 10 тысяч и выше долларов в год. Богатые люди платят по 100 тысяч в год. А на севере там по 50, по 100 долларов. Если там сутки от города, ближайшего, вот этот Торонто, то там 50, 100 долларов в год. И возле воды, если живете возле воды, то дороже платить. Земли все государственные. У вас задний двор есть. Ну, представляете, взяли в городе дом, маленький задний дворик. Решили для детей построить детскую площадочку. Звонок от соседей. Приезжает с государства откуда-то, учреждение какого-то там. Выпишивает штраф и заставляет убирать детскую площадку или бассейн. Построили для детей. Заставляет убирать так, как это государственное, а не ваше. И соседу неприятно на это смотреть. А вот Торонто зоопарк. Ну все, уже заезжаем в город потихоньку. До свидания.